В Кибуце Рыба, которую начали разводить еще с самых концов 40-х годов Она именно та рыба, которая любит пороги Что она делает? Она против течения прыгает Таким образом добывается пищу Порель радужная, потому что она на свету переливается Плюс мясо бывает как розовое, так и белое Что я еще хотела сказать Значит, это хозяйство, в которое мы едем Это именно хозяйство, именно ферма Где разводят изначально вот эту самую радужную форель Мы, те, кто хочет со мной Жарко, я понимаю, но это в тени Просто что без кондиционеров Пройдемся по нескольким Они пускают посмотреть, как они эту форель разводят По нескольким бассейнам Но мы должны понимать, что это, естественно, не все бассейны И вся суть в том, что гибуцники перекрывают какую-то часть реки Это форель, которую они разводят Она практически в естественных условиях Там, где в естественных условиях Вода, да, из реки, да Даже в бассейнах, в которых мы с вами увидим Форельку, там все время циркулирует вода Ее выращивают до определенного, не очень большого размера Потому что, скажем, ну так удобно для бизнеса Справа зеленый Израиль, где не зеленый, не Израиль Поэтому в данном случае не Израиль, это Ливан Вот справа от нас горы, которые нас сопровождают Которые не зеленые, которые такие и поселения там И вот прямо перед нами наверху Это уже ливанские поселения Я чуть позже о них расскажу Потому что есть что рассказать Итак, мы едем в хозяйство, которое принадлежит кибуцу дар Под названием Дага-ля-дар Изначально занимаются здесь разведением форелей Но уже более 10 лет назад предприимчивые и умные кибуцники поняли Что одной форелью ограничивается Кого они начали развалить? Кров Осетров Осетров мы с вами увидим А самое главное, не по секрету Человек, который продает там У них работник давным-давно Про него я обязательно вам расскажу Когда будем выезжать Там есть очень интересная история По имени Асад Он сказал, что икра есть Икра, как вы понимаете, черная, ситровая Поэтому она очень не дешевая 350, что ли, 100 граммов Нас будут угощать Самой форелью горячего копчения Может быть и осетр, не могу сказать Потому что осетр у них есть Только в том случае, если они недавно снимали икру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сразу же этих берут А, люди, люди Это форель или это... Радостная форель Радостная форель Ребята, здесь мальчики Вот там мы хотели проходить специально Ну не видишь тут рыба? Порадужник, да А там кормят их? Они жарят Жарят сразу А что там гемели? Да А у него не надо Схудрый Ага Малыш 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 Целое хозяйство, надо же, а? Осетровые, говорит, здесь. Да, 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 но мы еще не дошли до них, осетровые. Что-то осетровых не видно. А, вон, 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 что-то там болтается. О, вон, 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 иди сюда, да. Да, да, да. Вот, 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 вот. Здесь просто можно. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. А, а, да, да, нормально. Да, 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 да. Я напомню вам, что сетровые, это рыбы, которые, они подушные и не видят. Они же нет, они не гошевные, не чашевные, они еще нет. Они сочень недельной клон, естественно, это как бы одну из самых живых схаркаников в мире. Они на икру. Маленькие, да? Ну, их, наверное, не видно. Тут маленькие мальчики плавают, их разводят, да? Ну, такие, видишь, сколько сделано всего для них? Маленькие, да? Маленькие, да? Маленькие, да? Это черный экран. 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 Следующий кибуц назывался данки, кибуц дан. Вот мы там вращают они форель, лосось, осетр. И делают черную икру, делают из этого сетра очень... Значит, 100 грамм стоит 430 шекелей. Это с Кока-Коля в долларах, в рублях? 150 долларов, это 100 грамм. Вот мы купили такую продукцию и попробовали там. Я все на видео показала. Это красивая такая форелька. Мы ее еще не пробовали. Будем пробовать. А это у нас копченый осетр. Мы уже попробовали рыба просто тает во рту. Замечательный вкус. Такая вкусная. Она была в упаковке. Это мы уже ее половину почти съели вчера. Это осталось то, что у нас. Осетр горячего копчения. Осетр горячего копчения. Вкус неповторимый. Царская рыба. Очень дорого стоит. Килограмм 50 долларов. Вот мы купили за 160 шекелей вот две таких рыбки. Ну, одна целая. Это форель тоже 50 долларов. И вторая вот, а вместе это стоило 50 долларов. Вернее, так, наше направление в сторону дома. Но буквально 20 минут, и мы на месте. Мы будем наслаждаться медом. Место очень симпатичное. Я напомню вам, что сейчас как раз время, когда мед пчелки собирают. После того, как нам покажут, расскажут, можно будет попробовать, по-моему, 5, 4 точно, по-моему, 5 видов меда. Я напоминаю вам, что Иордан становится Иорданом чуть-чуть ниже отсюда. А пока вот в этом краю, а этот край на Иврите называется ни много и ни мало, а страна воды. Как раз район, регион нашей страны, где на поверхность выходит большинство источников пресной воды. Мы находимся совсем-совсем близко к границе с Ливаном. Вот эти виды. То, что мы уже видим на право горы, это Ливан. На севере у Израиля нет границ, которые закреплены мирным договором. Я напомню вам, что на границе мы граничим как с Ливаном, так и с Сирией туда. Ну и, скажем, гора Хермон, она тоже с Сирией. Есть граница Сирии, но чуть-чуть повыше. Посередине Метулла. А та гора, которая справа, с домами, это уже Ливан. А это районы Кириад-Шмуна. Мы заезжаем сейчас в город Кириад-Шмуна. План по развитию города, как и любой другой город, несмотря на то, что этот город появляется здесь на этом месте в конце 40-х годах. Здесь, кстати, кого расселяют, первые, кого расселяют, это иммигранты. Здесь они жили в так называемых Мооборотах. То бишь, это лагеря были просто, палатки. А палатки потом поменялись небольшими такими сарайчиками. Страшно сложное долго, кстати, положение было, пока вообще дома начались тройте. Это заняло несколько лет. Те, кто приезжал с Востока, то бишь, с Северной Африки и с Восточного, то, что мы сегодня называем марокканцы, их поселяли на чём, тоже не на пустом месте появился Кириад-Шмуна. Здесь до этого была деревня, где поселили людей в дома, которые освободились от бедуинов. А как поселяются? Не было же ни водопровода, ничего. Воду откуда-то надо брать. Поселяются у того же источника. Мы заезжаем с вами вот в одно из первых поселений под названием Ясо-Дама-Ала. И это такая классическая израильская деревня. Израильская. То есть там, где, в принципе, и частные... Это не кибуц, это поселение. Здесь, где и частные собственности, красивые и уютные домики. Мы на обратном пути будем выезжать. А сейчас мы приезжаем с вами, подъезжаем уже к хозяйству, которое называется ни много, ни мало, а прекрасно очень. А кольт ваш. Сейчас нас встретит королева пчел. Пожалуйста, приезжайте, пожалуйста, приезжайте. Депутаты, наверное, строятся после экскурсии, после того, как все у нас есть. Поднесу чуть-чуть, я вела так. А на последнем сентябре я вам немножко расскажу о Мире, при логинистной фотографии, он вышел из Назовец. И 17 лет назад, при разговоре с другом, он узнал о Мире в Ужоке. Он начал отвечать как гофрин. И около 10 ульев и маленький завод, и он сюда подголодался. И он приезжал в этот завод, где привезти кто-то, кто-то, кто-то. А что наши желания выполняют, надо так, а очень хотеть. А там для госслужащих, правильно? 6 лет назад меня нашли рак. Если дело было, Аминька, его жена, и наши близкие друзья, 4 года назад он мне позвонил и сказал, Таня, часть здания, которое я построил, будет эксплуатационный зал. Если ты хочешь, давай начинай у меня работать и посмотрим, куда заплывешь. Но я хочу сказать, что это сегодня 4-я группа из 5, которые у нас ближайший сегодня. Мы работаем с садиками, со школами, с семьей. Вы сможете много депутировать. Если кто-то захочет купить, можете тоже купить. И в самом конце я открою завод, и по дороге кубавтобус вы сможете посмотреть, как выглядит завод по производству. И в общем, мы работаем с садиками, и в 11 уже возвращаемся к вас на работу. Так что вопрос того, который мы смотрели в фильме. Рабочая в чем-то, та, которая происходит для нас в 3-м лет, живет всего 45 лет. 45? 45. Вот в 21-м дня она находится в унии, и ее работа зависит от ее возраста. В первые 2 дня она только убирает 6-ти градусов. А то, в течение 3-го дней, она и на 6-ти градусов, где ей идет, собирает дед и кормит взрослых личинок. Начиная с 5-го дня, у нее обрабатывается железа по производству маточного молочка. Маточное молочко – это чистый картеин, который она обрабатывает для личинок. Первые 3 дня, как-то такая начинка, в общем, только маточное молочко. И всю свою жизнь они кормят маточку. Благодаря маточному молочку, маточка становится больше. Если обрабатывается пчелка всего сантиметра, то маточка примерно 2 сантиметра. И из-за маточного молочка ее развивается система размножения. Она единственная жена бури, которая может накладывать для имени женской и мужской волосы. Татьяна наездничает гаденок. Гаденок, затягивает. То, что делает у нее маточное молочко, она у нее в животике строит мешочек для собирания мустосель. Она вылекает всего один раз в своей жизни. Вылетела с утра, в полос вечера, и так в течение 2-3 дней, когда она обрабатывается то, что она делает, она обладотворяется кругами других ульев. Трусик в ухе вообще ничего не делает. Он ест 3 раза больше такой пчелки, и вообще ничего не делает. Но ведь сколько она быстрее. После того, как маточка ему обрабатывается, когда она ион летает, она отрывает часть его тельца. Он погибает на месте. Извините за грубость, это секс и губородство. Поэтому нам надо, чтобы ваша откладывала примерно 90% шеф-силогола и 10% трубки. Матка в природе может жить до 8 лет. Но проверили, что примерно через год она начинает отталкивать больше трубки, чем женского пола. Поэтому просто целый салфор, он раз в год покупает и матку. Есть люди, которые выращивают матку. Они берут по причинам женского пола, и через 3 дня продолжают производить это маточное молочко. И матка, которую она приносит, приводит к улей, она будет специальным фломастерам, фломастерам, чтобы ее легко было найти в улей. В улей от весны и до осени, что это популярность от 50 до 60 тысяч чок. И маска отталкивает каждый день около двух тысяч лет. Мы собирали это маточное молочко. Чистое маточное молочко, его используют как крем для руки, для лица, он оттягивает и подкармливает кожу. Люди с салфорным диабетом пользуются для ранок, на ногах из-за салфорного диабета. В больницах пользуются маточное молочко для полежней и полежачих больниц. Онкобольные покушают, потому что это больница, с травмами и ветками помогает в правопрощении. Спортсмены кушают, потому что это терапевтическая комка. Женщины и мужчины кушают, потому что это помогает нашим системе расхожения. Чистое маточное молочко должно быть и полгода в холодильнике, или год в морозилке. И кушать его на кончике, кофейной ложечке, только с утра, и обязательно после завтрака. Чистое маточное молочко у него запрещено кушать на голодный желудок. Как же у нас нет? Маточное молочко с ротом. Его плюс, чтобы не надо пройдут в холодильнике, им можно кушать на голодный желудок. Это то, что я еду каждое утро. Это я уже, возможно, попробовала себе. Меня это потом держит на ногах в течение дня. Поскольку мёдок более тяжёлый, спускается вниз маточное молочко, поднимается наверх. Поэтому перед каждым применением надо хорошо-хорошо размешать то, что есть в баночке. Чай, то ложь, то с утра. Начиная с 1-го дня, она перестаёт производить маточное молочко, и её разбивается, что не зато производство ухоза. Она начинает с прочей стеграницей, закладывать туда львом, чистить, убирать буря, заботиться о манке, о лечитках и производить прополис. Прополис — это чистая рецидиоль, которая находит из малых деревьев. Сам прополис, он чёрный, очень модный и очень дрон. Я вам сразу же, что вы не продаёте чистый прополис. Мы с него делали раз. Мёд прополис. Это для поднятия иммунной системы и предотвращения предприходного состояния. Назма, кашель, малейный горло. Прополис с мёдом чернеет со временем. Это именно то, что должно быть. То же самое. Хорошо-хорошо размешать, можно в баночке одну-две чайной ложки в день, когда вы хотите. Можно добавить детям в старших годах. Детям до года запрещено мёд и медовую продукцию. И в тело и медовую щекулять. Настолько прополис. Это на 95% сперту, поэтому детям временно мы это не даём. Это уже сильное дело. Мы пользуемся, когда заболели. На простуюсть, когда у вас жаргина, кашель, на яйца беру, когда я теряю голос. Внутри есть приметка. Если у вас нет проблем с алкоголем, то берите приметку сразу в руку. Это легко, это горько. Вкусные пекарские дела, не бывает. 10-12 кадров до 3 раза в день можно развалить чуть-чуть водой. Мазь прополиса. Это прополис, оливковое масло и волосы. Рана, ожоги, дерматит кожи, псориазис. К сожалению, псориазис, это болезнь, у которой нет сечения, но это помогает кожу высотомиться. И у детей, у женщин, девушек, когда у них меняются гормональные волосы, у них управляются атомы. Это помогает при этом кожу. Так что мазь прополиса, и милость прополиса, у них альцев реально освобожден. Начинается с 12-го дня, она перестает, все произведено в углу, и она становится отравницей. Она отравляет улей от своих самых больших врагов. Это осы. Осы, они не советуют. Для них пчела, это просто нереальный степень, который надо сейчас поймать, и собрать силу. То, что делают наши отравницы, когда прилетают оса, они вокруг нее идут в шару, и начинают приедуть этот продукт. Этим трением внутри шара они производят шару. А оса уступают от шара, которые они произведены, и они останутся шарами. И только... Татьяна, я вас не спрашиваю, потому что не могу. И только начинают сразу первое дня, она вылетает на цветки для производства меда. Когда она вылетает на цветок, у нее настолько волосистая тела, что в нее попадает леда, вот это цветочная пыльца. У нас 80% фруктов и овощей, которые вы едите, это благодаря леде. Если она попадет из природы, не будет этого окрения, и через 4 года у нас не будет фруктов и овощей. То, что она делает с цветочной пыльцой, она приносит в ее буре. И вначале закладывает в буре цветочную пыльцу в шестиграде, потом мед, потом крылочками вытрумает лишнюю житель, и только после этого закрывает буре. Поэтому, иногда она набойка буржей. Цветочная пыльца может быть разной пыльцой, ведь это мед веселий цветок. Зависит от ее сколько цветов, что цветка наположила в нутри, и сколько из такого цветка она это делает. Мы сферами то, что культур должен. Это чуть-чуть подслаченный грант, это витамина добавка. Тут находится аминный песок, 201b, включая железо. Мак, кальций, господин. Кушать одну чайную ложечку в день можно добавить в йогу, в салат, развести в воде. Но, если вы покупаете цветочную пыльцу, и второй ее название не видеть, а поле, в первую неделю пробовать только полу ложечки. проверить, что у вас нет аллергии, и только через неделю можно брать на два металла. Несколько центров. Если вы любите лед, горячий чай, молоке, кофе, в воде, пожаловать. После того, как вы разводу уходите, больше этого не делать. Когда пропадаете мёд во что-то горячее, вы его производите термообработку. Во время термообработки почти все витамины, которые есть в беду, уничтожаются. Так что наш совет скушайте хотя бы ложечку мёд, и потом запейте термообработку. Мёд, который не прошел термообработку, со временем кристаллизируется. Это его нормальное состояние. То, что раньше называли засадой, это невероятно кристаллизирование. Он перестает быть жирким, перестает быть эм... текущим. Ну прозрачным. Если у вас мёд прошел до такого состояния, пожалуйста не выбрасывайте. Мёд не портится. Нашли в пирамидах Египта и можно кушать. Он кристаллизированный. Если по-моему невкусит, то используйте его заготовки. Я тоже пользуюсь звёздом, когда седу улицу и лечу зимой. Я получаю вкус, я получаю бед, мед и мед и и и мед и мед это односахар. Он расщепляется в печи. На самой торгове мы не добавляем вообще сахара, как есть только односахар, который идёт цельком. Если раз в день берёте кусочек шоколада или конфет, вы можете это заменить пол-ложечка и только на усмотрение болезней диаметра. И последнее. В России сегодня завод пяти. Наши продукты университет магазинов. Мы работаем буквально с местными магазинами в нашем районе, но мы работали на пересылку. При заказе 300 местных общений мы обращиваем на пересылку. Меньше 300 местных решений пересылка стоит 40 приобщений и только метр траток. Они у нас забирают посылку и в течение 5 рабочих дней они вам обязаны привезти ее на адрес на лето на раке город местных университет на прорыв и по статусу артур и в завтра университет Возьмите цветы. Самый известный мёд в Израиле. Верхний пар кальций. Все колючки, которые идут вверх. Его свойства будут шлаком в организме. Мёд в калиниках помогает выжать их на грудях. Мёд авокадо помогает в челудочной кишечном утра. Мёд авокадо есть только в баночках по 350 грамм. И они не участвуют в баночках. Мёд ферновника помогает в охоте печени и спускает глистеров в крови. Через две недели у нас будет мёд ферновника новый. Всё, что я вам сказала, это уже этого входа. Ферновник у нас остался только в пластиковых баночках. Через две недели будет всегда англ. Креп. Это белый крем, который мы специально взбиваем. Он становится воздушным. Это единственный мёд, который надо хранить в полотеннике. Никогда не хватит, не взять мёд в холодные места. Ускоряет его кристаллизацию. И медовый сок. Медовый сок – это натуральная жвачка. Сам факт, что этот жвёк помогает у тёстов и лёг. В конце, если остаётся немножко мозг, его можно проглотить. Если много мозга, то он лёг. С двух сторон будут стоять стеклянные карелочки, в них одноразовые ложечки. Пожалуйста, купите ложечку кристаллизации, покините, проверните как макаронку, чтобы на вас не полировалось. Попробуй полироваться. Сразу же выбросить ложечку мусорки. Мусорки не стоять на столах. И, поскольку я с вами буду в магазине, Татьяна попрошу нам удостоять около часа, и будет вам писать просто, какой мёд я буду покупать. Ну, просто, чтобы рассказать. Килограмм рота стоит пятьдесят шеклеры. Три килограмма сто тридцать. Вы можете брать в разные мере, не оцепляя тобой тоже. Полкило стоит 26 шеклеров. Три килограмма стоят шестьдесят шесть. Три. синий. Три. синий. Три. Три. синий. Три. синий. Три. синий. Дорогую ее еду, г日nicи. Мамещенный молочком печенком. Стручивая циплевизация. На них тоже есть акция. Одна стоятьдесять шеклеров. Три стоять двадцати пять. Особенно сächen при однаковом? Крем, мед и чистое мазочное молочко, они находятся в холодильнике около кассы. Что вы не скажете, потому что это обязательно в холодильнике. И если вы покупаете что-то, что должно быть в холодильнике, ребята, которые на кассе, они вам положат это специальное мешочек для бутерброда, чтобы в комнате, когда вы приехали домой, наоборот и так. Вопросы? Ну вот, все пробуют мят, дегустация. Все. 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 Вот это взбитое мед. Вопросы. Вопросы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...